Самая ранняя, самая ранняя гончарная керамика. Вот такая вот она очень неровная, с большим количеством дрессовые, со всего. Это вот характерное тесто еще для липной керамики, но вот уже созданный орнамент, такие вот полоски, если мы видим, да, полоски, это уже гончарная керамика. Но самое-самое раннее вообще, самое-самое первое. Сенсация за сенсацией. Раскопки на территории стадиона «Спартак» в Полоске с каждым днем приносят все больше артефактов. В среднем на 13 открытых шурфах, занимающих в сумме площадь 95 квадратных метров, ежедневно трудится порядка 10 человек. Из последних сенсационных артефактов – фрагмент скандинавской фибулы или застежки для платья в керамической форме для отливки, датируется концом X-XI веков. Ну, она, получается, найдена в слое навоза, и, соответственно, без доступа к кислороду металл не окисляется, и вот она в таком вот виде и сохранилась от хорошего. Вот учитывая, что в чем уникальность ее, что она не просто, вот, кстати, вот внутри она почернела немного, да, видим, вокруг почернела, а тут снаружи она была как бы, ну, вот в таком виде, нашли ее, она была покрыта, вставлена в керамическую форму. Вот, ну, это вот еще одна ее уникальность, то, что, в принципе, находка керамической формы, вот, и к тому же, что она в этой керамической форме найден, то есть именно в керамической форме найден предмет. В принципе, формы из глины, из керамики, их найти, скажем так, архи сложно, потому что они одноразовы. То есть предмет выделили, чтобы вынуть, глину разломали и выкинули. Все, то есть они там крошатся на мелкие, там, фрагментики, а тут она вот найдена. Ну, вот Игорь Владимирович говорит, что в Беларуси это первая находка керамических форм вообще, в принципе. За два с половиной месяца работы на Спартаке археологи обнаружили уже более полутора тысячи находок. Фрагменты плавильных сосудов, тиглей, более 250 бус, ювелирные весы, грузы и не только. А в том числе и извлекли из земли самый настоящий клад – шесть византийских монет. По версии историков, хозяин ювелирной мастерской, находившийся на этом месте, спрятал их под печкой. Это первая подобная находка в Беларуси. Такие вот вещи, они говорят о очень высоком статусе города, о его очень серьезном экономическом развитии во второй половине десятого века. То есть это не, условно говоря, какой-то там, какой-то местный городок, который еще никто особо не знал. Во второй половине десятого века полосок был очень-очень уже крутым в рамках развития всей Восточной Европы, очень крутым центром. На сегодняшний день раскопки на территории спортивного объекта на финишной прямой после научной отработки и всестороннего исследования все обнаруженные предметы отправят в Полоцкий музей-заповедник. Сами же исследования культурных слоев продлятся еще как минимум неделю. А далее все последующие строительные работы будут проходить под пристальным взглядом археологов. Елизавета Борбат и Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».